Вечер в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и сегодня в нашей программе. Все этапы производства предприятия «Селена» осмотрел сегодня глава республики Рашид Темрезов. Более четверти века фирма производит текстиль. Он вписал свое имя золотыми буквами в историю России. В Ленинградской области открыли памятник нашему земляку, прославленному летчику-герою Канамату Баташеву. Очередная отправка гуманитарного груза из Карачаева, Черкесии. На этот раз в Донецкую и Луганскую республики отправили несколько тонн питьевой воды. На высотах 2200 до 3500 метров над уровнем моря Карачаева, Черкесии размещены знаки Z и V. Сегодня глава республики Рашид Темрезов с рабочим визитом посетил производственную площадку фирмы «Селена». Более четверти века работает это предприятие полного цикла по производству текстиля, полиэфирного волокна и синтепона. Этой осенью предприятия запускают новые линии автоматической сортировки полиэтиленового сырья. В поездке главу республику сопровождал спикер парламента Александр Иванов. Подробности расскажет Мурат Жанкезов. Фирма «Селена» поставляет свою продукцию практически во все регионы страны. Сложности, возникшие в связи с введенными экономическими санкциями против России, здесь рассматривают как новые возможности для роста и уже готовы к масштабному увеличению производства. Готовы полностью заместить нишу ушедших с российского рынка импортных скандинавских производителей. Для этого закупили оборудование ведущих лидеров мирового рынка, которое позволяет превратить полиэтиленовую бутылку в текстильное волокно. Волокно по-простонародному называется материал лавсан. Это знаменитый лавсан, который во время СССР пользовался суперспросом. Материал сам по себе он очень уникальный, обладает абсолютными, значит, такими превосходящими свойствами по отношению ко всем остальным пластмассам. И именно из этого материала делаются практически все утеплители, одежда. Глава республики Рашид Тимрезов ознакомился со всеми этапами производства. Руководителю региона рассказали о том, что уже этой осенью предприятие «Селена» запускает линию автоматической сортировки сырья, что позволит в два раза увеличить объемы продукции. При этом штат сотрудников не только не сократится, но и увеличится за счет привлечения IT-специалистов для надежного функционирования собственного программного обеспечения. А какая у вас средняя заработная плата? Ну, 30 плюс, однозначно 30 плюс. 30 плюс – это хорошо. Ну да, работа тоже непростая. Ну да. Условия, ну как бы... 30 плюс – это отлично. А всего какое количество в день? Именно поселение – 210. Ну, 209 на сегодняшний день. Средняя спичная, говорит, что у нас от 200 до 210. Думаем, после этого уже где-то будет ближе к 50. Уникальная для России технология – первая в стране линия автоматической сортировки ПЭД-сырья внедрена у нас в республике. Сертифицированная технология позволяет производить исключительно экологически чистые материалы. Качество исходящего сырья, то, что будет у нас на выходе, очень сильно зависит от однородности пластмассы. Тот способ, каким мы сейчас используем, сортируя вручную, не позволяет на 100% давать такое качество. Естественно, цифра, естественно, компьютер, он будет давать нам такую возможность. Поэтому мы использовали именно это сырье. В Европе такие аналоги есть. В России это будет первое предприятие, где используются подобные сортировки для сортировки ПЭД-бутылки. Существующие мощности фирмы «Селена» сегодня оцениваются в 1900 килограмм продукции в час. С введением в строй новой линии переработки объемы увеличатся до 4500 килограмм в час. Предприятие работает круглосуточно. Как мы уже сообщали в наших выпусках, в Гатчинском районе Ленинградской области открыли памятник нашему соотечественнику, погибшему герою Российской Федерации, генерал-майору Канамату Баташеву. Монумент установили на аэродроме Сиварицы. О значимости события Альбина Ламкова. Небо любит пытливых и сильных, ну и, конечно же, смелых. Именно такими качествами обладал генерал-майор Канамат Баташев. Он отдал свою жизнь защите Родины. Военный летчик-снайпер Канамат Баташев был удостоен многих государственных наград. Высшую звание Героя России он получил в начале этого лета, но, к сожалению, посмертно защищая солдат во время специальной военной операции. На аэродроме Сиварицы для увековечения его имени открыли памятник. Отдать дань уважения и почета великому земляку приехали и представители власти Карачаева-Черкесии. В приветственном адресе от главы республики Рашида Тимрезова было отмечено, пока среди нас такие бойцы, как он, победа будет за нами. Канамат Баташев был прекрасным командиром, высококлассным летчиком, чьим признанием было небо. Имея за плечами огромный опыт и уже находясь на заслуженном отдыхе, Канамат Хусевич не смог остаться в стороне и по зову сердца принял решение бороться с нацистами. Он погиб, выполняя свой воинский и гражданский долг, защищая интересы России и своего народа, который всегда будет хранить память о своих героях. С вашего разрешения несколько слов скажу от себя. Своими делами, поступками, своей жизнью Канамат Хусевич показал пример подлинного служения Родине. Его героизм, доблесть и мужество показывает пример воли и отваги народа России. Канамат Баташев много вложил в развитие авиационного движения. С 2018 года работал заместителем председателя ДОСАВ России Санкт-Петербурга и Ленинградской области по авиации. Именно поэтому памятник был открыт на аэродроме в Гатчинском районе. А еще его имя было присвоено аэроклубу «Севарицы». Он всегда был гордостью для нас, всегда гордились им. Их два брата военных, Ханамат-старший, Мурадин, второй тоже военный, оба закончили Академию Генштаба. А так они были всегда примером. Всегда нам ставили в пример, мы ими гордились. И даже сейчас подрастающих внуков, внучатых, племянников. Ставим пример их. Не только из-за звания, из-за подвига, а всей жизни. Бюст Канамата Баташева был накрыт не покрывалом, а парашютом. После открытия памятника и возложения цветов в честь героя прозвучал раскатистый залп орудия и оглушающий рев двигателей военного самолета, который выпустил в небо ряд тепловых ловушек. Альбина Ламкова, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня из Карачаева, Черкесии в ЛНР и ДНР отправилась очередная партия гуманитарной помощи. Доставку 18,5 тонн питьевой воды для участников специальной военной операции соорганизовали мэрия Черкеска совместно с партией «Единая Россия». Погрузка в КАМАЗу полутора и потилитровых емкостей проходила на территории фирмы «Меркурий». Карачаева-Черкесия на регулярной основе оказывает разного рода помощь находящимся в зоне специальной операции российским военным и мирным гражданам. В общей сложности мы по линии партии отправили уже более 300 тонн, ну, около 315 тонн, если быть точнее. А всего от Карачаева-Черкесии различными организациями, ведомствами отправлено более 500 тонн гуманитарного груза для нужд как мирного населения, так и российских военнослужащих. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. Днём, в горах, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью порывы 11-14 метров в секунду. Днём 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. В горах, местами плюс 8, плюс 13. Днём плюс 28, плюс 33. В горах, местами плюс 23, плюс 28 градусов. Черкесский без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью порывы 11-14 метров в секунду. Днём 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днём плюс 30, плюс 32 градуса. Только до 4 сентября в Кисловодском цирке. Суги и рация «Смещанная сказка». Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли. Острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники «Сити». Мы можем вам помочь. Город Черкесск. 27 августа. В парке «Зелёный остров» в амфитеатре состоится долгожданный сольный концерт легендарного Александра Марцинкевича и его группы «Кабриолет». Начало в 19.00. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 19 августа в отдел МВД ДК «Хабльский» поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в приёмное отделение с огнестрельными ранениями доставлены 4 человека. Полицейскими предварительно установлено, что посёлок Иркин-Шахар, один из гостей праздничного мероприятия, произвел выстрел из охотничьего ружья возле ресторана. В результате рикошета от тротуарной плитки 4 человека получили ранения. Сотрудниками полиции стрелявший был установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался 20-ти отнялитний местный житель. В настоящее время проводится дальнейшее разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Сначала на Санчарском, потом на Клухорском перевалах, а теперь и в Донбайе представители автономного некоммерческого объединения «Глобус» и Министерство туризма курортов республики провели патриотическая акция в знак поддержки российских военнослужащих участников специальной военной операции на Украине. Флаги России, Карачаева-Черкесии, РГО и буквы «З» и «В» развернули на фоне завораживающих вершин. Из Донбая репортаж Аллы Динаевой. Прекрасная донбайская панорама главного Кавказского хребта и водные косы, струящиеся с птышского летника, открываются, когда поднимаешься на верхнюю точку канатной дороги. Горы туристов, конечно, впечатляют, но приятно удивила и буква «З» размером 50 на 40 метров, которую в 10 утра развернули с белого полотна протяженностью 100 метров. А через час на склоне вместо «З» появился другой символ народной поддержки. Мы были удивлены. Мы спустились туда ниже, хотели подняться, но как-то побоялись это сделать. Мы, конечно, поддерживаем эту акцию. Мы поддерживаем наших парней, которые находятся сейчас на Украине в специальной операции. Вчера мы развернули букву «З» и букву «В» на Кухорском перевале. Сегодня на высшей точке Донбая. Развернули Андреевский флаг с крейсера «Москва» в поддержку тому, что дух крейсера «Москва» будет с ребятами, которые сейчас борются за то, чтобы больше не было погибших и раненых. Военно-исторической и патриотической экспедиции «Кавказ-2022», которая проходила в три этапа. Под эгидой русского географического общества и известного путешественника Федора Конихова приняли участие свыше 300 человек из разных уголков страны. По ходу проведения акции мы видели, что население поддерживает нас. Люди приглашают в другие регионы. Они хотят, чтобы такая акция прошла и у них на их земле. Поэтому, конечно, мы только с радостью откликаемся и готовы потратить все наши силы, чтобы как можно больше людей было вместе с нами. Мы хотим выложить букву «З», букву «В», чтобы поддержать наших ребят, как они там держатся. Помогала, чтобы не улетала, покрывала, так сказать. Я его камнями накрыла немного. Кому ты помогала? Я всей нашей команде. А кто в команде там есть еще? Папа, мама. Приехали из Красноярска. В Домбай приехали вчера. И сегодня вот с самого утра на подъемнике поднялись на самую вершину. А там акция проводится в поддержку наших военнослужащих. Молодцы. Абсолютно поддерживаю правильно. Надо, чтобы граждане правильно оценивали ситуацию. Да, конечно, видели. Да, акцию видели. Я считаю, что это хорошо, потому что с разных источников надо до людей доносить информацию о том, что, в принципе, происходит. Прием. Все, можно сворачивать полотно. Сейчас Владислав к вам придет. Начинаем. Приняли все, поняли. Высокогорная патриотическая акция в горах Домбая завершилась. А следующую они планируют провести уже на Эльбрусе. На высоте более 3000 метров великолепные пейзажи. Но помимо прекрасных гор, туристы сегодня охотно фотографировались на фоне надписи. Только что здесь завершилась акция и свернули букву, которая была на этом склоне. Аладдинаева, Роберт Жигутанов. Вести. Корочево-Черкесия. Домбай. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите «Вечер с Владимиром Соловьевым». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова